Сегодня я в одиннадцатый раз встретился с президентом России. Особенностью этой встречи предало и то, что она проводится во время войны. Для Европы мир – это самое важное. Главная задача на предстоящие полгода нашего Европредседательства мы считаем борьбу за мир. Я сказал господин президенту, что наибольшее развитие Европы случилось именно в мирные десятилетия. Сейчас, может, в Европе два с половиной года живем в тени войны. И это вызывает в Европе огромные сложности. Мы не можем чувствовать себя в безопасности. Мы видим картины разрушений и страданий. И эта война начала уже оказывать влияние на экономический рост и нашу конкурентоспособность. За последние два с половиной года мы поняли, что без дипломатии, без каналов связи мы не достигнем мира. Мир не наступит сам по себе. Ради него нужно работать. Как раз способы достижения мира я сегодня обсуждал с господином президентом. Я хотел узнать, какой путь самый короткий к окончанию войны. Я хотел услышать и услышал мнение господина президента по трём важным вопросам. Что он думает о имеющихся на данный момент мирных инициативах? Что он думает также о прекращении огня и мирных переговорах? В какой последовательности их можно провести? Благодарю господину президенту за открытую и честную беседу. Дамы и господа, за последние два с половиной года практически не стала страна, которая могла бы иметь контакт с той и с другой противоборствующей стороной. В Венгрии как раз одна из очень немногих таких стран. Из-за того, что я был в Киеве и сейчас я нахожусь в Москве. Я по опыту понял, что позиции очень делик и друг от друга. Я хочу сделать очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны. Но в связи с диалогом и парвеседом, в связи с тем, что я могу сделать первое важное движение, и я буду продолжать эту работу. Я рассказал президенту Российской Федерации. Продолжение следует...